Еще одна традиционная экологическая акция прошла в Люберцах. На этот раз жители городского округа сдали на вторичную переработку старую бытовую технику. Кроме того, они приняли участие в различных конкурсах от организаторов проекта. Подробности в следующем материале. Эти телевизоры, холодильники и телефоны уже давно перестали работать. Но даже сейчас они могут приносить пользу. А точнее, элементы, которые находятся в них при грамотном обращении бытовой технике, можно дать вторую жизнь. Очень важно электронику не отправлять на полигон, а передавать на утилизацию. Там, где она будет разобрана на компоненты и уже вовлечена во вторичный оборот. Особенность утилизации на нашем предприятии – это ручная разборка. Акция школы утилизации электроника проходит в Московской области с 2016 года. Ее основная цель – не только собрать отслужившую старую технику, а прежде всего воспитать в людях ответственные отношения к окружающему миру. На этот раз организаторы акции привлекли внимание к этой теме с помощью чемпионата по распайке компьютерных плат. В то время как студенты городского округа справлялись с этим заданием, школьники собирали и старые техники роботов. Это роботы руки, а так это телевизор. А так еще больше интересного рассказать не могу, потому что мы его еще не доделали. Добавить пару системных блоков или же еще пару телевизоров. Городской округ Люберца – постоянный участник этой акции. В 2020 году муниципалитет был признан эко-героем за популяризацию раздельного сбора электронных отходов. В прошлом году жители округа сдали 29 тонн старой бытовой техники. В этом году, по словам организаторов, эта цифра будет еще больше. Луиза Эгия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.